МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в гостях будет... Замечательный артист Геннадий Венгеров. Здравствуйте. Здравствуйте. Геннадий. Взаимно. Как вас вообще представить? Вы заслуженный или народный артист? Знаете, я не заслуженный и не народный артист. Берите выше, я артист международный. Вот это да. Геннадий Венгеров. Ученик Юрия Левитана и сокурсник Михаила Ефремова. Голос немецкой волны и Евроньюз. Киномент и кинобандит. Комик и трагик. Ироничный и невозмутимый. Ну, как он сегодня, Петрович? Спокойный сегодня. А вчера хотел решетку перегрызть. Но сундуков вовремя заметил. Я большой человек. Я маленьким государством служить не могу. Я в них не помещаюсь. Боронов. Коллекционер. Он на лисе. Собака. Ну, вы понимаете, вы мне взятку предлагаете. Нет. А ты взятку хочешь? Две минуты. А на то же время. Мариночка, ты что не вишь? Я творю! У такого человека всегда есть с собой несколько интересных историй. Так как вы из Беларуси, мы хотим предложить сегодня для вас коронное белорусское блюдо – драники. Я знал, я знал! Где появляется белорус, там всегда драники. Ну, конечно. И мы еще приготовим. Куриные рулеты, начиненные очень вкусно. Очень вкусная морковь. И я приму в этом участие. Обязательно. Обязательно. Мы вам даже для этого участия... Ну, вы... Вот это ваше. А как вы вообще к кулинарии относитесь? Моя супруга в стародавние времена, она меня выслала из кухни, я бы так сказал. Я иногда туда пробираюсь и своевольно что-то творю. Во всяком случае, у меня вот эта картина, она вызывает ассоциации с армией. С армией. Вот я хотел сказать об этом. Я вам помогу. Я тоже служил в армии, тоже чистил картошку. Стас, а может, ты нам все-таки поможешь с мясом? Отставить картошку мясом. Мясо – это хорошо. О, как у вас здорово получается. Давно не тренировался. Теперь ты надрежь книжку, дозерни и отбей. Ну, так, чтобы тебе такой палец толщиной. А я пока приготовлю начинку для этого все. И, Надя, я прочитала на вашем сайте, что ваша творческая деятельность началась с того, что великий советский диктор Юрий Левитам подарил вам книгу. Это действительно имело место быть. В общем, мне кажется, что я родился диктором. Тогда мне было 6 лет. На Витебском областном телевидении была передача «Дети изучают английский». 65-й год. Витебск, областное телевидение. И вот четверо детей с куклами на руках, то есть такие были наручные губы, а я был жабой. Я говорил «Ква-ква». Ква-ква по-английски одна. Потом я стал вести пионерские передачи, и тут у меня стал ломаться голос. Меня прогнали, а когда голос окончательно сформировался, уже 18 лет, меня позвали уже на радио. После окончания Витебского строительного техникума я работал сначала каменщиком, потом инженером. А, кстати, вы же практически курили. Да. Только я техник, я такой вот. Ну, почти. Разгам пониже. Незаслуженные и ненародные, и не международные, надо сказать. Но, тем не менее, вам и был построен хоть один дом? Я, как каменщик, построил в Витебске общежитие с завода «Красный Октябрь». Параллельно я на радио на полставки там. Говорить Витебск. У эфира и опошние оповедомления. Ну, понятно, что это не русская родовика. И родовики Халгаса, Заповеда и Ильича, Шерковшинского района первыканали нормы десятой пятигодки по основанных показчиках сельскохосподаршей продукции. Все девушки были мои, там, ООН, по радио. Это меня страшно, конечно, привлекало. Время было советское, строгое. Можно было произносить в эфир только то, что было залитовано. То есть прошло цензур на каком-то этапе. Мне стало обидно. Московские дикторы на радио говорили, с последними известиями вас познакомили там Ольга Высоцкая и Юрий Левитан. Ну, я в один прекрасный момент в конце передачи сказал, кто читал, собственно говоря, эти новости. Поднялся страшный скандал. И меня уволили. С позором? С позором. Я такой бедный, весь несчастный. В общем, что делать? И тут в Витебск приезжает с концертами сам Левитан. Его знал главный редактор Витебского телевидения. И он мне предложил, а давай тебя прослушает Левитан. Он мне назначил встречу в гостиницу. Я подготовился очень-очень основательно. Я взял газету «Правда». Рассчитал всю первую страницу вдоль, поперек от языка, отскакиваю. Захожу в номер, ищу глазами огромного Левитана, сидит какой-то маленький старичок в очках с газетой «Известия». Берет мою газету «Правда», вырывает у меня из рук и говорит, читай. Я говорю, что без подготовки? Он говорит, я так, ну без подготовки-то и без подготовки. Какая нам диктором разница? И я прочитал. Он после этого смотрел на меня и сказал, молодой человек, если бы у вас на сегодняшний день было бы высшее образование и московская прописка, то вы бы наверняка работали у меня в бригаде. Я говорю, Юрий Борисович, боже мой, какое счастье, а какое высшее образование вы мне посоветуете? А какое короче? Даже так? Да. А я говорю, а какое короче? Он говорит, актерское. И по профилю похоже. В общем, я не собираясь совершенно становиться актером, начал поступать, и уже мне это удалось только после армии. Я прочитал, что вы в армии служили в танцевых войсках. Это большая честь для меня, так как я служил в стройбате. Ну, я знаю, что вы красили танки. Да. Это история истории. Новороссийск, Черное море. Нас собрал наш старшина и говорит, у нас задача сегодня, мы поедем красить танки. Ну, поедем красить танки. Танки, значит, танки. Что же хочется? Мы взяли ведра, кисти и сели на троллейбус. Выходим, написано, винсовхоз Абрау-Дюрсо. Начальство говорит, вот танки. Мы говорим, где танки? Ну, ожидают танки, как с пушками. А танки-то винные. Морковку я порезала. Простите, что прерываю ваш интересный рассказ, но у нас же тоже процесс готовки. Так я вот в процессе. Я беру майонез. А я в это время должен отбить. Так, я беру зелень. И когда мы покрасили, у нас кончилась краска. Стали пустые ведра. Мы подумали, что с ними делать. Мы их обожгли, помыли и стали прикладываться к танкам. Ведрами? И ведрами, и так. Потом мы наполнили наши ведра из танков и сели на троллейбус. Причем с нашим старшиной. Мы весь троллейбус там угощали. Дальше ничего не помню. Просыпаюсь на галптвахте пограничников. А в Новороссийске были войны. Между этими комендантскими патрулями. То есть у солдата выходной пуговицы в ряд. Как называется? Увольнительная. Увольнительная, да. Они тоже у них были увольнительные. Они там и наш патруль. Так, он там застеллен. И все, галптвахта и так далее. Но тут захватили нас. И началось. Три дня. Это были страшные. То есть мы ползали там по битону. И из нас делали отбивные. Вот чем я сейчас занимаюсь. А что вы задержите с ним? Историю. Наш старшина выкупил нас за бочку краски. Вот. АКС-74 извольте получить. В угрожающем для врагов состоянии. А Мюллер это прозвище? Фамилия. В переводе на русский будет означать мельник. Откуда знаете? А у меня мама преподаватель немецкого языка. Я и сам свободно говорю. Правда с бирлинским акцентом. Прапочек Мюллер оружие выдал. Есть еще вопросы? Хер, лейтенант. Ну вот, мясо отбито. Начинка для наших рулетов практически готова. Картошка наконец-то почищена. Молодцы. А теперь мы будем картошку надирать. А можно я? С удовольствием. Надирать. Только дайте мне взял. А я? Миску. Так. Я даю... На что надирать мясо? Это мне. Стас, ты если хочешь, ты можешь пока почистить мне один или два зубчика чеснока и выдавить в него майонез. Хорошо. От армии мы пришли к вашему творчеству. Как вы стали артистом? Вы же не хотели быть актером, но все-таки стали. То есть как бы я забыл зачем и что и как. И, в общем, я привык поступать. И, наконец-то, я поступил в школу-студию МХАТ. А на чем курсе вы учились? Это был курс профессора Манюкова. У него очень много учеников знаменитых. Сам он был великим педагогом. Вот. Кендинов, Караченцев, Василашвили, Доронина. Очень много людей могут причислить себя к его ученикам. Но я знаю, что ваш курс был самоотрывной. У нас был страшный курс, потому что на нашем курсе учились дети великих. Миша Ефремов, Маша Евстигнеева, Шура Табакова, Слава Невинный, Сережа Вильяминов. На каком-то из капустников пели «Дети разных народных» и так далее. «Дети разных народных». Дети разных народных. Хорошо. Когда умер наш профессор, вот Виктор Карлович Манюков, мы как бы осиротели на некоторое время и нам дали новых педагогов. И они нам страшно не понравились. И мы с Мишкой Ефремовым затеяли самостоятельный дипломный спектакль, который мы стали делать по Юрию Олеше. У него пьеса называлась «Зависть», а у нас она называлась «Пощечина». То есть мы вот так по всем антипедагогическим принципам решили вот так. Проректор нам создал место каникул в условиях, мы остались в школе. И за два месяца поставили свой дипломный спектакль. И стали его показывать разным театрам. И сыграв однажды спектакль в «Современнике», Галина Борисовна Волочек сказала, а давайте мы из вас сделаем «Современник-2». И вот таким образом я трудоустроился. Я передаю Стасу нашу начинку, смешаю ее, пожалуйста, с майонезом, а я посыплю. А какие блюда у вас любимые? И, может быть, вы расскажете, что вы студенческие годы. Вот это одна из любимых баек моих сокурсников. В то время я покупал гречку. Но так как времени ее варить у меня не было, я брал гречку и хрумкал ее по ночам. Просто в сыром виде. Вот и в них была такая реакция у моих сокурсников. Я уже несъедобная в сыром виде. Но претензия их была «дай спать». Ага, просто слишком громко. Хрусти, хруст. Голодно было ужасно. Вся нервная, интеллектуальная, вся энергия, она, конечно, шла на учебу, на репетиции. И времени что-то готовить, тем более юношек. А был ли у вас самый любимый предмет? Предмет, предмет. Ну, конечно, сцены речь. Ну, потому что... Ну, да, потому что... Я вспоминал, что я родом из дикторов. Преподавала мне его Татьяна Ильинична Васильева. Вот, сына вы знаете все прекрасно. Да. Это Александр Васильев. С ним я познакомился, когда он еще не был историком моды. Ну, как бы в качестве сына любимого педагога. Вот еще у нас преподавал Евстигнеев Евгений Саныч, Анастасия Вознесенская с мужем Андреем Мехковым. И это, конечно, самые потрясающие годы жизни, потому что вдруг оказаться в Москве с изумительными педагогами по всем предметам просто. Перебиваем. Процесс не прекращаем. Начинаем. То есть ты пока можешь нагреть сковородку с маслом для наших рулетов? Слушайте, я думал, что я приду к вам и буду байки травить. Смотрю, я работаю. Да. У нас все работают. Кто не работает, тот не ест. Я боюсь, что это будут заслуженные драники. Я бы даже сказал народные. Или международные. А пока разогревается масло, мы уходим на рекламу. Наше масло нагрелось. Мы продолжаем наш процесс приготовления вкусной еды. И продолжаем общаться с нашим замечательным гостем. Геннадий, а какая у вас самая любимая роль? Много очень душевной энергии. У меня заняла роль майора Волкова. И сейчас и Волкова. Плохо работаете, коллеги? Я жду вас уже 48 часов. Зачем ты это сделал, майор? Кровь за кровь. Ты убил совсем невинного человека. Это не Санлевана. Это Игорь Мальцев, друг Давидов. Да ты врешь! Нет. Не срогать оружие! Кто же так же поступил бы? Да, конечно. Прощай, майор. Нет, не хочу. Так неправильно. Ну тогда поехали. Актеры проводят капустники. Вы участвовали в таких мероприятиях? Да, у меня была бурная капустная юность. Вообще у меня какие-то пародические потуги. В школе-студии МХАТ всем были видны. И когда был вечер 50-летия Сергея Юрского, я выходил и как-то немножко пародировал, как Юрский читает. Это бывало, раньше на Юрского было не попасть, а теперь ситуация изменилась к лучшему. Вот это вот его маньяц. Гости, наверное, были в восторге. Ну как бы, я не помню, потому что там участвовали такие сливки в обществе, и вдруг какой-то там мальчик из Витебска выходит. Я там, между Жванецким и Керном, это ужасно было, конечно, страшно жутко. Потом, я помню 60-летие Михаила Александровича Ульянова. Друзья Ульянова сделали нарезку из кадра, где Сталин разговаривает с маршалом Жуковым. Причем я озвучил и Сталина, и маршала Жукова. Да, Стас, правильно. Правильно ты делаешь, Стас. Диалог такой. Михаил Александрович, а как было во всероссийском театральном обществе? Скажите, пожалуйста. А по тела труда? Ну что же вам сказать, Иосиф Виссарионович, о положении во всероссийском театральном обществе? Это тут в таком ключе. Текст? Это, не сам я сочинял, текст написал никому неизвестный. На тот момент какой-то начинающий человек, его звали Шендерович. А, то есть Виктор? Конечно. Хотел спросить, а мы посолили? Нет, я не посолил еще. Посолю. Давайте. Но надо сказать, что после вечера подходит ко мне жена Ульянова, актриса такая очень интересная. Очень интересная женщина. Я и говорил, а вот и не похоже. Я перехватываю. Да. Чтобы все смеялись. Значит, было похоже. Так, по-моему, получается, что-то так как минимум художественное. Ну, что бы мне, я бы сказала. Так, мы готовы к самому художественному белорусскому действию. Наши рульетики поджарились, да, Стас? Очень сильно постарался. Над этим процессом я их запихиваю в духовку. Чтобы они у нас минут 15-20 постояли и дошли до нужной нам кондиции. Кстати говоря, что вы едите в обычной жизни? Я люблю несочетаемые, казалось, на первый взгляд, вещи. Сьюжи. Это селедка матис и кишин. У меня есть такой гаджет. Ого. Раз, и будет ровненько. Ровненько. Слушайте, тут височный. Ну, давайте. Да, я попробую. А вот масло нагрелось. Не бурлит. Продолжаем разговор. Выходите в рестораны. Куда же я денусь-то? Особенно на съемках, если вдали от дома. И что вы предпочитаете? Вообще направление, которое я люблю, это южно-китайская кухня. А что значит, чем отличается южно-китайская от насточной китайской? Вот, например, есть такие димсумы, маленькие в основном на пару, всякие из мяса и в основном из креветок. Это не в каждом китайском ресторане. Но они безумно вкусные. А теперь вот то, что нужно. Поехали. Я так понимаю, нужно это делать быстро, потому что они зажарятся. Да, и один. Держи секунду. Оп. Смотрели, хорошо получилось. И, наверное, салфеточку, чтобы убрать лишнее масло. Убрать лишнее масло. Вот так. Давайте переворачивайте. Оп. Какая красота. Видите? Не жаль, я взял с собой этот гаджет. Барабанная дробь. Да-да-да. Это делается впервые? Ну, с гаджетом, да. Кстати, драники-то же не только в белорусской кухне. Правильно. Немецкой. И даже в немецкой. И немцы едят с яблочным муссом. С яблочным муссом. А вы, кстати, как относитесь к немецкой кухне? Отрицательная. Почему? Ну, а чего мне ее? Она простая. Она такая, сельская, такая. А вот китайская, японская. Я очень люблю вкус рыбы. Вот чистый вкус рыбы. Ничем. А, кстати, о соусе. Мы будем готовить соус к этому? Да, я совсем забыла. Мы сделаем сметанный соус с чесноком и зеленью. Стас, если хочешь, можете заняться. Так, с чесноком. Границы. Не переходите границы. С зелень, да? А то придется потом бочку краски отдавать. Да. Я вам в чеснок. Спасибо. Предлагаю порезать. Кстати, о китайской кухне. Вот мне довелось 4 месяца сниматься в Китае. Я там играл русского бизнесмена. Это не просто крупный криминальный авторитет, но криминальный авторитет, пылко влюбленный в одну певицу. Полностью китайская группа, то есть художник по костюмам, китайский, режиссер китайский. Только русский автор сценария и сопродюсер. И никакого контроля с российской стороны за этим процессом не было. Все китайцы, ну, несколько русских актеров, в частности, вот Витя Логинов, известный по сериалу. Да, Букин. Счастливы вместе. Давайте я так. Доверяю профессионалу. Спасибо. Спасибо. В день съемок приносит мне новый костюм. И какой-то жабо, вот какое-то вот что-то вот такое вот, такое непонятное. То есть я должен играть авторитета русской макии в этом жабо. Я уже начинаю задумываться, правда, что это что-то не то. Авторитет и жабо. Авторитет и жабо, они не очень сочетаются. Я говорил художнице, пока все, ну, вы вообще-то, подождите, я это не одену. Она кричит, кто ты такой, это просто актер. Ну, у них там, видимо, принтер считает, что актеры молчат кряпочку и как бы в процессе создания своего образа не участвуют. Прибегает самый главный режиссер, начинает через переводчика кричать, ругаться, что русский савтор сценария. Написал галстук бабочка, изволь одеть галстук бабочку. Я разворачиваю это жабо. Вот тут крылышки, вот тут усики. Буквально бабочка. Еле-еле мы нашли какое-то объяснение друг другу, а то просто я уже кричал, чемодан вокзал Москва. Кормили нас жутко. Ладно там про тараканов, кстати. Шареные тараканы. Это что, правда вкусно? Безумно вкусно. Это же даже звучит отвратительно. Нас кормили просто рисом, причем какие-то совершенно сумасшедшие остроты специи, которые все время одинаковые и очень жирные какие-то, да, бабки. Все было ужасно. А еще говорят, что китайская кухня очень низкокалорийная и полезная. И мы устроили сбасовку, потому что мы не могли это есть. И нам стали потихонечку готовить. Китайский повар стал как бы по русским рецептам вот более-менее вот что-то такое удобоваримое. Потом мы научились ездить в Пекин за 70 километров в центр Пекина и отъедаться. Потому что там выбор колоссальный. Там мы обнаружили район Ябаулул. Там вот вывески по-русски, все по-русски. Вот это все для мешочников, челочников. И там я вижу русский ресторан Москва. Я захожу в русский ресторан и заказываю кефир, яичницу. И селедку. И селедку. Ой, черный хлеб. Тут же прибежал хозяин ресторана. Он построил всех официантов, китайцев, которые говорили по-русски. И он сказал, вот он, когда не придет, денег с него не брать. Мне было так неудобно, но ему принадлежал еще ночной клуб. И он попросил меня прийти туда с моими друзьями. И мы там встречали Новый год. Там денег мы оставили в этом ночном клубе. Я думаю, вот это рекламная акция. Ой, популярная акция. Ой, не берите с него Денина. Ну что я мог каждый раз кефир, да и ищец. Учишь, учишь их хорошим манерам. Все без толку. Ты на Шерхана не серчай. Эта тюрьма его испортила. А так он добрый. Хороший. Где китаец, которым ты бомбил Парижские музеи? В Китае, я думаю. А если я попрошу себя привезти его ко мне? Это предмет дополнительного обсуждения. Все готово вас ждут. Покормить их по-человечески, чтобы оба чувствовали себя как дома. У вас в детстве был какой-нибудь прозвучий? Вас как-то подразнили. Гендос-паровоз. Ну как бы Геннадий еще мог в Советском Союзе это заразнить, а? Расскажите мне, пожалуйста. Ну я так не маленький был еще к тому же мальчик. Вот поэтому я спрашиваю, может, человек-гора там, например, называли? Ну нет, ну так, были ребята тоже большие. Ну в общем, Геннадий спорта. Ну вам очень удалось с роли кузнеца. Как раз в бойце. Там вы такой мощный. Спасибо. Там, где вы трали в кузницу. Это абсолютно реальная кузница в абсолютно реальной зоне. И там был абсолютно реальный кузнец. Только в отличие от меня кузнец был вот такого русского маленького. Он взял вот этот молот большой и говорит, а ты можешь вот так? Поднял его на уровень лопата и держал его огромный тяжелый молот. Вот так измеряется настоящее. Но зато он меня научил вот... Я только хотел спросить, научились ли выковать? Выковать, а что вот? Вы знаете, артист должен быстро учиться всему. Например, вот стоит задача попробовать свои кулинарные творения. Надо быстро их попробовать. Надо быстро попробовать. А еще их можно сдобрить соусом, который Стас приготовил. Соус я приготовил, да, давай попробуем. А ну скажите нам, смогли ли мы... А давайте вы пока будете пробовать, я послежу. Вы послежите, знаете, да. А можно и я попробую. Ну попробуй. Да. Я, конечно, обычно не приветствую, это на наше кузнец. Как говорится, на наш каравай рот не разливай. Прошу. Снимаем, не пино. Снимаем, не пробую. Барабанная рот. Я за курцией. Тебе с пылу жару или остывшую? Остывшую. Сюда. Я вам предложил... О, это серьезно. Я пробую, посмотрите на меня. Ай да молодец. Я, пожалуй, еще... А ты уже, а ты уже, ай да молодец, да? Немая сцена. Стас, что скажешь? Кто чистый, кто тер. А кто заправлял? Соус-то прекрасный. Ну что скажешь, Стас? Вкуснятина? А вы можете проверить рулет? Может, их плава перевернуть? Да, сейчас проверю. Кстати, у меня есть эпизод, где я потребляю продукты питания. В частности, Шпротин, телевизионный фильм «За пределами закона». Морзлёк. Ты откуда такой момент? Из Судьбы. Учитель русского языка, литературы. Я тебе вот что скажу. Если дело твое закрыли, значит, кто-то очень хорошо пропошлял за это. Есть же высшие инстанции. Я для тебя сейчас и высшая, и самая последняя инстанция. Так что, кроме меня, тебя сейчас никто не будет слушать. Хочешь, я дам тебе один ценный совет. Катись ты в свою то тьму и учи детей. Кто вы такой, чтоб меня учить? Уйди руки! Я старый тертый опер-бортулек. 30 лет старший майор в отставке, выброшенный на пенсию. Без права обжалования. За пьянку и нелояльное отношение к начальству. Так что я, я знаю, за что базарю. Вы же тогда можете мне помочь? Вы же можете? Знаешь, братулек, я навоевался и набегался. Послушай моего совет. Выпей. У вас, наверное, детей никогда не было. Ты куда на ночь собрался? На вокзал, наверное. Спасибо вам за помощь. Прощайте. Ну и что, вы помогли ему? Такие герои, как я, конечно, всегда приходят на помощь. Но я предлагаю прийти на помощь к нам. Особенно вот той курицы. Уже готова. Да, которая очень-очень хорошо у нас пахнет. Так, где музыка? Так, на тарелочку. Аккуратно, это все очень-очень горячо. Та-дам. А можно мне пилочку? Я красиво это все... Тут я, кстати, с вами тесаком. В Германии я же играю отрицательных героев. Так, злодеев. Вот давайте я изображу вот сейчас подход злодея. А я хочу сказать, что злодеев любят больше, чем положительных героев. Я вообще по секрету скажу, что злодеев играть гораздо интереснее. Вы доверяете мне нарезку? По каким принципам я должен быть? Должен быть очень красивый смес. Курица форширована. Вы рассказываете, что я режу? Итак, куриные рулетики с морковью. Куриную грудку нарезали вдоль, отбили, посолили, посыпали перцем. Морковь мелко нарезали, смешали с майонезом, измельченным чесноком и рубленной зеленью. Подготовленную начинку выложили на филе, завернули рулетиками и закололи шпажками. Обжарили на растительном масле со всех сторон до румяной корочки. А затем довели до готовности в разогретой духовке в течение 10-12 минут. Картофельные драники со сметаной. Картофель мы очистили и натерли на мелкой терке. Полученную массу соединили с яйцами, мукой, солью и черным перцем. На разогретой сковороде с растительным маслом пожарили картофельные драники, выкладывая массу по 2 столовые ложки. Приготовили соус. В емкости смешали сметану с рубленной зеленью, измельченным чесноком, солью и перцем. Драники подавать горячими со сметанным соусом. А все рецепты сегодняшних блюд вы сможете прочитать в газете «ТВ Рус» и в журнале «Домашний ресторан». А также на сайте «Кулинар24.de». Посмотрите, какой наш обед вкусный, пахнет потрясающе. Ну давайте же его уже попробуем, то, что мы вот сегодня приготовили. Я давно это ждал. А мы ждем вас еще в гости. Что, еще раз прийти и опять готовить? Но блюда будут другие. Не менее вкусные. Хорошо, тогда истории тоже будут. Другие и не менее интересные. И мы будем рады встрече с вами на нашей замечательной кухне, в нашей кулинарной передаче «Третьим будешь» в следующий раз. До свидания. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...